Мы все знаем, что мужчины должны открыть дверь для женщины. И женщина всегда идет первой. Но есть исключение на это право. Кто будет первым на лестнице? Добро пожаловать в советы Батнера. На лестнице может возникнуть несколько нелёгких ситуаций. Мужчина автоматически хочет дать женщине первое место. Но это неправильно. На лестнице и вверх, и вниз мужчина всегда идет первый. Причина почему появилась несколько столетий назад, когда родились все правильные поэтикет и протоколам. В этот век женщине одевались очень длинные и пышные юбки. И чтобы подниматься на лестнице, они поднимали чуть-чуть эту юбку. Но чтобы не видна была шоколадка, шоколадка была достаточно интимная зона и только, в принципе, для мужа. Женщины могли это показать. Поэтому мужчина всегда должен ходить первый на лестнице. Сегодня, конечно, юбки, может быть, не такие длинные, и шоколадка не такая интимная зона, как это раньше было. Но всё равно мы можем придумать ситуации, где тоже неудобна будет девушка, когда будет мужчина ближе за неё на лестнице. Внизу, конечно, тоже мужчина идёт первый. Если девушка упадёт, легче упасть впереди, когда мы спускаемся, чем мы поднимаемся. Конечно, когда лестница достаточно широкая, вы можете гулять рядом друг с другом. Чтобы добавить тон элегантности, например, на красную дорожку, идите в нога в ногу. Имейте в виду, на лестнице гулять рядом друг с другом абсолютно возможно. Но если надо выбрать, мужчина и вверх, и вниз всегда идёт первый. Вот как Павла ходит на лестнице. В нашей рубрике «Советы Батлера» каждую неделю мы даём новые детали из профессиональной жизни Батлера. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Любите то, что вы делаете. До скорой встречи.